Дорогие друзья, в студии Retail.ru, диалоги о ритейле, Евгений Римский, управляющий директор по качеству и закупкам сети магазинов вкусмил. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, в завершении сегодняшней конференции. Сегодня все много говорили о особенностях работы сети с поставщиками, саморегулирования. У вас одна из самых быстро растущих сетей, самыми яркими кейсами на рынке. Расскажите, как у вас связано во время роста сети и на фоне роста количества поставщиков и объемов продукции. Какие вы встречаете, приходится решать задачи по контролю качества и какие еще возникают вопросы? Ну, любые проблемы, связанные с большим ростом, да, они, наверное, нашу сеть тоже не минули. Понятно, что пока ты управляешь десятью магазинами и у тебя 20-30 поставщиков, работать с ними и быть уверены в качестве этих поставщиков легче, чем когда ты управляешь уже практически четырехстами магазинами и количество поставщиков уже приблизится к шестиста или семиста. Мы стараемся как бы успевать за тем ростом сети и тем ростом объема продаж, который есть. Мы увеличиваем количество поставщиков. Мы стандартизируем те проверки, тот контроль качества, который есть. Мы стараемся максимально использовать современные IT-решения, которые помогают нам четче отслеживать изменения, которые происходят в качестве поставщиков. Мы расширяем те каналы обратной связи, которые мы имеем от покупателей для того, чтобы лучше представлять, что покупателям нравится, качеством каких продуктов покупатели не так довольны, как раньше. Но как бы работая на рынке натуральных продуктов, да, руку надо держать на пульсе постоянно. То есть эта работа, она не имеет начала, в принципе, не имеет конца. То есть здесь каждый день мы проверяем, каждый день мы тестируем, каждый день мы пробуем, каждый день мы собираем ту обратную связь, которая есть. И в этом смысле этот процесс, он никогда не закончится, наверное. Евгений, очень кстати, вы упомянули про IT-решения, потому что вкусвил всегда славился своим подходом к использованию IT-технологий во всех почти своих процессах. Расскажите поподробнее, какие есть интересные кейсы во внедрении IT в работе с поставщиками. И также про ваше мобильное приложение, которое буквально недавняя история, которая очень тоже интересна. Если говорить о каких-то интересных решениях и кейсах, которые ожидаются в ближайшее время, я бы упомянул, что в ближайшие несколько месяцев мы запускаем большую платформу по нашему общению с поставщиками. Мы назвали это личный кабинет поставщика. Мы планируем наполнять его всей информацией, которую мы получаем по продукту этого поставщика, по жалобам, по благодарностям, те лабораторные анализы, которые мы делаем по качеству этого продукта, аудиты, которым мы правуем этого поставщика. В общем, весь набор информации, который фиксируется в нашей сети по поставщику. Также мы рассчитываем, что этот кабинет станет хорошим возможностью поставщику выходить с какими-то вопросами и предложениями и получать более оперативную обратную связь от нас. Если говорить о каких-то других IT-решениях, то компания изначально строилась с основателем таким образом, чтобы все решения были, как бы все данные поступали максимально оперативно. Работая с фрешем и ультрафрешем, мы каждый день, каждый час, каждую минуту должны фиксировать изменения, которые происходят, должны фиксировать те продажи, которые происходят, чтобы правильно планировать заказы уже на следующий день или на день через. Поэтому в этом смысле мы довольно хорошо понимаем, что происходит во всех наших магазинах в любое время. Если говорить о приложении, которое мы запустили, это чат-бот, который мы запустили на платформе мессенджера Telegram. Мы очень довольны результатами роста аудитории этого приложения. За полгода мы добавили туда очень большое количество функций. Не так давно через приложение покупатели начали оценивать наши продукты. И сейчас ежедневно мы фиксируем более тысячи различных оценок и комментариев. И это стало новым основным каналом сейчас уже коммуникаций против каналов по горячей линии, по телефону, социальных сетей и других каналов, которые были до этого. Также мы через это приложение запустили персонализированные скидки для покупателей. Фактически робот анализирует предпочтения покупателя на основании его предыдущих покупок и при нажатии определенной кнопки в приложении делает ему здесь и сейчас в магазине спецпредложение на энное количество товаров от 3 до 5, которые он может купить со скидкой 20%. Конверсия у такого персонального предложения очень высокая и мы очень довольны существующими результатами. В принципе наша задача, чтобы большинство покупателей вкусвилл в той или иной мере имели возможность получать именно персональные индивидуальные скидки на ту продукцию, в которой они заинтересованы в данный момент, а не на тот товар, промо на который определила сеть с тем или иным поставщиком. В этом смысле мы видим, что это очевидный тренд и будущая рынка будет именно за этим. Люди хотят больше персонализации, люди хотят, чтобы их мнение учитывалось и здесь мы хотим быть пионерами. Ну, наверное, да, пока никто в России не может похвастаться такой стратегией повороток аудитории к своим покупателям. Вот возвращаясь к тому, что у покупателей есть возможность отправлять информацию о качестве товара, вы ее аккумулируете и далее работаете с поставщиками. А как это обычно выглядит, да, если покупатель недоволен, то какие вы делаете выводы и как дальше работаете с поставщиком этот продукт? Здесь надо как бы разделить, какая конкретно жалоба, да, поступает на продукт. То есть это может быть какая-то серьезная жалоба на качество. Если мы говорим о том, что покупатель говорит о том, что продукт испортился, либо вкус продукта не соответствует норме, да, то первое, что мы делаем, это проверяем продукт от этой даты на полках, чтобы подтвердить или опровергнуть о том, имеет ли это как бы массовую проблему или это какая-то индивидуальная проблема. Соответственно, если, не дай бог, мы понимаем, что на полке попала продукция, которая нарушает требования качества, да, первое, что мы делаем, это отзываем эту продукцию с полок. От жалобы, да, до, как бы, проверки и до отзыва продукции могут проходить, мы стараемся, чтобы проходили не более нескольких часов, да. И самое главное вот направление, это, как бы, при наличии какой-то серьезной проблемы, да, не допустить ее дальнейшие, как бы, продажи дальнейшей, да, от такого продукта. Такое бывает нечасто, но мы работаем все-таки с фрешем, и здесь мы всегда держим руку на пульсе. Если мы говорим о каких-то вкусовых предпочтениях, да, то есть человек говорит, что раньше было вкуснее, да, и здесь мы, конечно, разбираемся и более внимательно смотрим о причины, потому что зачастую качество продукта может быть совершенно нормальным, но до этого покупатель покупал другого производителя, и вкус продукта может отличаться. Ну, просто другой, да. Да, потому что, ну, молоко из разных регионов, да, натуральное, оно просто может иметь различный вкус, и если человек привык к определенному вкусу, новый вкус может показаться ему не таким. Но здесь это, наверное, не вопрос качества, да, это скорее, как бы, вопрос вкуса. Поэтому такие жалобы мы учитываем с точки зрения того, что мы стараемся как можно реже менять производителей того или иного продукта на конкретном магазине. То есть, в принципе, мы стараемся, чтобы продукт, к которому покупатель привык, всегда приходил на этот магазин. Но ситуации бывают разные, могут быть какие-то недопоставки, могут быть какие-то перебои, может быть какое-то уменьшение или увеличение объема того или иного поставщика. Поэтому, конечно, возможно, что новый вкус, да, или новый немножко продукт, да, попадает на полки. Поэтому здесь все индивидуально, то есть, с каждой жалобой надо работать отдельно, надо разбираться в причинах, но главное это в них разбираться, да, не игнорировать их, не откладывать их, а понимать, в чем, как бы, проблема. И оперативно реагировать, да. Конечно. Евгений, последний вопрос. Вот, как, на ваш взгляд, насколько важны вот такие встречи, как была сегодня, какие нужно ли решать какие-то большие вопросы между сетями и поставщиками вот так объединенно, и куда, на ваш взгляд, движется отрасль с точки зрения вот развития отношений между сетью и поставщиком? Я считаю, что любой диалог, да, он полезен, всегда хорошо услышать мнение друг друга. Мне кажется, что позиция сетей в целом и поставщиков, эти позиции сближаются, рынок меняется. Мы можем обратить внимание, там, на то, что происходит, там, в Европе, в каком-то смысле в Америке, да, где уже сформировался какой-то понятный пул сетей, да, и какой-то понятный пул поставщиков, которые все-таки выстраивают отношения более доверительные, поставщики иногда, там, в больших сетях управляют какими-то категориями, и в целом сети понимают, что поставщиков нужно слышать и слушать. Мы в этом смысле изначально, да, немножко по другому пути развивались. У нас, как это, мы немножко опередили законы торговли, да, наши договора изначально не подразумевали тот набор требований сетей, если мы говорим о ретро-бонусах, о обязательных промо, о каких-то бонусах присутствия, да, которые были приняты на рынке, и мы сейчас видим, да, что рынок от них постепенно отказывается. Мы никогда не работали с возвратами, да, у нас никогда не было ни по какой категории возвратов, да, то есть мы изначально постарались наиболее, как сказать, просто, да, наиболее понятно выстроить отношения с поставщиками. Мы говорили, нам не нужно продвижение, потому что мы сами продвигаем свою торговую марку, да, мы продаем продукцию под нашим собственным СТМ. Мы хотим от вас честный, качественный, натуральный продукт по хорошей цене. Если вы хотите участвовать в каком-то смысле в его продвижении, мы можем это рассматривать, но мы вас к этому не принуждаем и не фиксируем это в договоре. Если вы не хотите, мы сами будем развивать этот продукт. Но, как бы, зачастую хороший продукт продает себя сам в нашей сети, да, потому что он не конкурирует с аналогичными продуктами, да, у нас только одна, как бы, упаковка молока 3.2, да, это бренд Избенка, да, и он не конкурирует с молоком от федеральных брендов, да, поэтому если это качественное молоко от хорошего производителя, оно будет отлично продаваться. Поэтому мы считаем, что, как бы, изменения, которые происходят, они позитивные в целом. Мне кажется, что последние тенденции, когда сети задумываются от отказа от возвратов, уменьшаются различные бэк-платежи, да, которые делают немножко непрозрачным взаимоотношение сетей поставщиков, это все приведет к большей прозрачности на рынке и упростит, как бы, в конечном счете взаимодействие.